Этапы подготовки к выполнению 30-дневной программы трансформации жизни «Чудесное утро». Этап 1. Подготовьте набор заданий для быстрого старта 30-дневной программы трансформации жизни «Чудесное утро». Зайдите на сайт www.tmmbook.com и бесплатно скачайте набор заданий для быстрого старта 30-дневной программы трансформации жизни «Чудесное утро». Комплекс упражнений, рифмаций, ежедневных контрольных таблиц и всего, что нужно для того, чтобы начать практиковать эту программу и пройдите её сначала до конца максимально легко и комфортно. Этап 2. Запланируйте своё первое чудесное утро на завтра. Запланируйте своё первое чудесное утро на как можно более близкое время, в идеале на завтра. Да-да, просто впишите его в свой распорядок дня и решите, где всё будет происходить. Помните, что рекомендуется сразу выйти из спальни, чтобы не было соблазна остаться в кровати и ещё немножко понежиться. Моё чудесное утро в основном проходит на диване в гостиной, пока все остальные в доме крепко спят. А некоторые люди рассказывали мне, что занимаются этим на улице, на природе, например, на крыльце или веранде дома, или в ближайшем парке. Ну какие? Выберите то, что вам больше нравится, но это непременно должно быть место, где вам никто не помешает. Этап 3. Прочтите первую страницу набора заданий для быстрого старта и выполните все упражнения. Прочтите введение из набора заданий для быстрого старта и, следуя инструкциям, выполните упражнения, как самое важное и значимое в вашей жизни. Успешная реализация 30-дневной программы трансформации «Жизнь и чудесное утро» требует определённой подготовки, поэтому вам непременно нужно выполнить все задания. Это займёт у вас не более получаса или часа. И помните, что ваше чудесное утро всегда будет начинаться с подготовки к нему психологической, эмоциональной и логистической в тот же день или накануне вечера. Помимо всего прочего, она заключается в следовании процедуре, описанной в главе 5. Пятиэтапная стратегия пробуждения, позволяющая отказаться от повторного нажатия кнопки будильника. Этап 4. Заведите партнёра для отчёта. Рекомендуется. В главе 3 мы с вами обсуждали бесспорную связь между необходимостью отчитываться и успехом. Каждый человек, без сомнения, только выигрывает от поддержки, обеспечиваемой при переходе на более высокий уровень ответственности. Поэтому всем настоятельно рекомендуется, хотя и не требуется, найти партнёра-единомышленника, перед которым вы будете отчитываться о ходе реализации 30-дневной программы трансформации «Жизнь и чудесное утро». Если мы несём ответственность не только перед собой, но и отчитываемся перед другим человеком, шансы на выполнение всех действий до конца значительно повышаются. Кроме того, делать что-то вместе намного веселее. Учтите, что если вы очень хотите и решительно настроены сделать что-то в одиночку, в вашем энтузиазме, индивидуальных обязательствах всегда присутствует определённая сила. Но если кто-либо из вашего окружения, друг, член семьи или коллега взволнован и решителен не менее вашего, эта сила увеличивается в несколько крат. Поэтому ходите в спортзал вдвоём. Сегодня же позвоните или отправьте сообщение по телефону или электронной почте одному или нескольким людям и предложите им присоединиться к вам, чтобы вместе реализовать 30-дневную программу трансформации «Жизнь и чудесное утро». Всё это не будет стоить вам ни копейки. А у вас появится партнёр, который тоже решительно настроен перевести всю жизнь на следующий уровень успеха. И вы двое сможете поддерживать, поощрять и отчитываться друг перед другом. Важно! Не ждите, пока найдёте партнёра для отчёта, чтобы начать практиковать 30-дневную программу трансформации «Жизнь и чудесное утро». Независимо от того, нашли ли вы человека, который встанет на этот путь вместе с вами, или пока ещё нет, настоятельно рекомендую запланировать своё первое «Чудесное утро» прямо на завтра. Не ждите, не откладывайте на потом. Вы наверняка намного быстрее убедите и вдохновите кого-нибудь стать вашим партнёром, когда на собственном опыте испытаете, на что его толкаете. Начинайте сами, а затем, как только появится возможность, пригласите друга, родственника или коллегу практиковать «Чудесное утро». Вы готовы перевести свою жизнь на следующий уровень? Каков же он следующий уровень в вашей личной и профессиональной жизни? Какие именно стороны нуждаются в трансформации всего его достижения? Сделайте себе подарок, потратив всего 30 дней на то, чтобы ввести значительное улучшение в свою жизнь. Каждый день понемногу. Что бы ни было у вас в прошлом, вы можете изменить своё будущее, изменив настоящее. Заключение. Пусть сегодняшний день станет днём, когда вы начнёте превращаться из того, кем были, в того, кем можете стать. Каждый день, только проснувшись, подумайте, сегодня мне посчастливилось проснуться. Я жив. У меня есть драгоценная человеческая жизнь. Я не собираюсь тратить её без пользы. Я намерен задействовать всю свою энергию на саморазвитие, на то, чтобы впустить в своё сердце других людей. И я собираюсь нести всем благо, настолько, насколько мне хватит сил. Далай-Лама. Вещи не меняются. Меняемся мы. Генри Дэвид Торо. Тот человек, которого все знают сейчас, результат того, кем вы были до этого. А положение, в котором вы окажетесь в итоге, полностью зависит от того, кем вы решите быть, начиная с текущего момента. Ваше время настало. Не откладывайте на другой день создание жизни, которую вы действительно хотите и заслуживаете. Счастливой, здоровой, богатой, успешной и полной любви. Начните её строить и жить ею прямо сейчас. Как всегда призывал мой наставник Кевин Брейси, не ждите момента, чтобы быть великим. Если вы хотите сделать свою жизнь лучше, в первую очередь вам надо улучшить самого себя. Найдя себе партнёра для отчёта или пока самостоятельно, примите решение провести своё первое чудесное утро. И завтра же впервые выполните эту программу. И знайте, что завтра — это тот день, когда вы начинаете свой путь к созданию самой необычайной жизни, которую только можно себе представить. Отличный бонус. Электронное письмо, которое изменит вашу жизнь. Всем нужно знать мнение о себе других людей. И это, чёрт побери, неизмеримо дешевле, чем платить специалисту. Даг Ловенштейн, экс-президент ассоциации, произведение игр. Попросите людей из разных слоёв общества и областей деятельности высказывать своё мнение о вас. Каждый из них скажет вам что-то полезное. Стив Джобс. Часы показывали 2 часа ночи. Я никак не мог заснуть. Я по-прежнему снимал малюсенькую комнату у Мэтта. И сейчас сидел за дешёвым письменным столом под сосну и жутко в тесном пространстве. Жизнь отстой. Что-то надо менять. А может быть, в изменениях нуждался и я сам? Бездумно пялись на свой ноутбук и, испытывая сильное разочарование от неудавшейся жизни, я вдруг почувствовал вдохновение. Не помню точно, что его пробудило, но я вдруг составил новое электронное письмо. И начал добавлять в строку «Кому?» Самых разных людей. Близких друзей, родственников, коллег, бывших начальников, знакомых, девушку, с которой встречался. И даже, хотите верьте, хотите нет, своих бывших подружек. Странный чувак. Я был готов и полон решимости радикально изменить свою жизнь. Я был готов к качественному скачку через пропасть своего потенциала и чувствовал, что единственный способ получить точную оценку того, кем я являюсь в данный момент и что именно мне надо улучшить в своей жизни – попросить людей, которые знают меня лучше других, высказать своё мнение по этому поводу. Так сказать, обеспечить меня обратной связью. Остановился я только, когда включил в список 23 адреса электронной почты. Я, знаете ли, огромный фанат баскетболиста Майкла Джордана. И вообще испытываю слабость к номеру 23. И потому приступил к сочинению письма всем этим людям, ведь каждый из них знал меня с разных сторон и в разной степени, но достаточно хорошо. Я объяснил мне, что решил всерьёз заняться саморазвитием, чтобы стать лучшим другом, сыном, братом и коллегой, и что единственный способ сделать – это получить отзывы людей, которые могут видеть во мне и знать обо мне то, чего я не видел и не знал сам о себе. Я попросил их не пожалеть нескольких минут и при первой возможности написать мне ответ и назвать три крупные области, в которых, как они думают, мне необходимы улучшения. Я попросил их быть предельно честными и заверил, что не обижусь ни на какую критику. На самом деле, единственное, что могло бы меня обидеть в этой ситуации, так это то, что они не выскажут своего мнения честно и откровенно, что, несомненно, ограничивает моё саморазвитие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...